Добрый день, уважаемые участники конференции, дорогие друзья, сердечно вас приветствую. Страновая конференция российских соотечественников в Ирландии впервые проходит в интернет-формате. Приходится учитывать сложившиеся обстоятельства, с которыми столкнулся весь мир из-за пандемии коронавирусной инфекции. Этот глобальный вызов возможно преодолеть только сообща. Отрадно, что в это непростое время активисты и организации русскоязычной общины Ирландии достойно проявляют себя в испытаниях, помогая всем, кто оказался в затруднительном положении. Мы признательны всем, кто поддержал россиян, застрявших в Ирландии ввиду приостановки авиасообщения в прошлом году. Важно сохранить этот настрой, ведь эпидемия еще далека от завершения. Особенно необходимо сейчас крепить единство в русскоязычном сообществе, не допускать разладов. Мы все работаем на общее дело, во благо русскоязычной диафоры, в интересах укрепления ее связи с Родиной. 2020 год, хоть и был непростым, но стал важной вехой в истории России. Укреплены конституционные основы государственности, сформулированы новые цели национального развития, выросли на мировой арене авторитет и влияние России. Хотел бы искренне поблагодарить вас за сопричастность к жизни нашей страны, за неизменную поддержку и солидарность. Мы признательны за ваш вклад в продвижение и распространение нашего богатейшего исторического и культурного наследия в Ирландии. Всего того, что формирует нашу национальную общероссийскую идентичность. Хочу от всей души поблагодарить филологов, преподавателей, литератур и ведов, просто энтузиастов, которые проводят важнейшую работу по популяризации русского языка. В числе наших приоритетов поддержка этих усилий. Хорошо, что в 2020 году удалось поддержать традицию проведения фестиваля русской культуры. В интернет-пространстве, на сайте мероприятий и в соцсетях, соотечественники и все интересующиеся получили замечательную возможность ознакомиться с произведениями российских композиторов, писателей, поэтов, художников, режиссеров, документалистов. Считаем очень ценным полученный опыт деятельности, так сказать, на просторах всемирной сети. По мере снятия карантинных ограничений, предлагаем использовать его при информационном продвижении живых мероприятий. С нашей стороны намерены оказывать дальнейшую поддержку и всестороннюю поддержку соотечественникам в их организации и проведении. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы соотечественники, живущие в Ирландии, не теряли своих корней, укрепляли связи с представителями русской диаспоры по всему миру. В 2021 году в России запланировано проведение крупных собраний соотечественников, куда предполагается направление делегатов от Ирландии. В их числе 7-й Всемирный конгресс соотечественников в Москве, 3-й Евразийский женский форум, Петербургский форум молодежных организаций российских соотечественников. Приветствуем весомую поддержку русскоязычной диаспоры в Ирландии, которая оказывает Россотрудничество, Фонд Русский Мир, правительство Москвы и других российских регионов. Призываем активистов и организаций соотечественников наращивать прямые контакты с профильными учреждениями и фондами в России, обратить внимание на их грантовые программы. Молодежное направление одно из наиболее востребованных и, наверное, наиболее перспективных в нашей работе. Для нас важно, чтобы молодые люди, соотечественники были достойными членами своих обществ и при этом сохраняли любовь к родному языку и культуре, чувствовали сопричастность к тому, что происходит на исторической родине, чем живет Россия. В текущем году планируется проведение в Ирландии очередной молодежной конференции соотечественников. 2020 год был годом памяти и славы. Несмотря на известные трудности, мы широко отметили 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Торжество приобрело, в общем-то, поистине народный размах, но и по-другому быть не могло. Отрадно, что широкий резонанс получила интернет-акция «Бессмертный полк», которая прошла под лозунгом «Наша победа – моя история». С удовлетворением отмечаю, что данная тема является ключевой и в повестке сегодняшнего мероприятия. Ясно, что для граждан России и соотечественников память о Великой Отечественной войне, во всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священно. Наша задача – сохранение исторической правды о победителях и недопущение фальсификации истории войны. Хочу отметить, что позиции России по этому вопросу находят понимание и пользуются поддержкой в мире. 16 декабря 2020 года на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята предложенная нашей страной резолюция «Борьба с героизацией нацизма, ненацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В текущем 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Мы намерены в День памяти и скорби 22 июня совместно со всей Россией и зарубежной диаспорой почтить память всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая мирную жизнь. Уверен, что соотечественники в Ирландии поддержат эти акции. Нам будут интересны Ваши идеи и предложения по их проведению в стране. Считаю также приоритетной задачей на ближайшую перспективу подготовку торжественных мероприятий, посвященных 76-летию Победы. Особое внимание будет уделено Бессмертному полку. «Хотел бы подчеркнуть, что эта акция проводится исключительно на принципах равенства. Считаем, что народное шествие должно оставаться пространством согласия, объединяющим людей разных национальностей, партий, религий, политических и иных взглядов. Недопустимы попытки восстановления любого первенства, коллективного или личного, во всем, что имеет отношение к народной инициативе. Встать в ряды полка может каждый гражданин. Призываем всех организаторов в Ирландии действовать в одной колонии. Одна страна, один полк». Ожидаем, что эта страновая конференция станет площадкой для выработки эффективных решений и консолидации усилий в целях развития движения соотечественников в Ирландии, продвижения русского языка и культуры. Интересной вам дискуссии. Желаю успехов. Продолжение следует... Продолжение следует...